И мы продолжаем эту тему время, годы, которые Равицкак посвятил для того, чтобы освободить женщин, у которых нету гетто, и разрешить им выходить замуж. Такие женщины в Талмуде называются агунот, а как бы привязаны на якоре. И это особенная тема. И есть устражение раба Генкина, что если муж и жена просто вели общее хозяйство, еврей и еврейка, и после этого муж должен тоже дать гетто. И это устражение было принято в Иерусалиме. И этим занимался тоже Равицкак, как этим женщинам разрешить выйти замуж. И это то, что он получал особенную помощь с неба. Интересно, как помогал мне Бог, рассказывает Равицкак. Пришла как-то ко мне женщина из Бухарских и говорит, что разошлась с мужем где-то 16 лет назад и не имеет представления, где он сейчас находится. Как получить гетто? Я говорю ей, приходи через три месяца, мы посмотрим. А как его искать, ну просто не знаю. Зашел я однажды в синагогу Зикрон-Муше. А это синагога, в которой молитва начинается в 4-5 утра и кончается в 2 часа ночи. И я зашел, чтобы помолиться после полуденную молитву Минка. И слышу, кто-то кричит, Ицкак, как ты здесь оказался? Смотрю, мой бывший сосед из Ташкента. Я еще помогал ему продавать дом. Ну, поздоровались, обнялись. И опять непонятно почему. Рассказываю, что ищу мужа такой-то и такой-то женщины бухарской. А он говорит, да это же мой брат. Тут же пишет брату письмо. И через месяц-два приходит документ. Когда через три месяца эта женщина пришла к Равыцкаку, бум, у него уже было разрешение написать гет. Однажды случай свел меня с отъявленным негодяем. Когда Равыцкий говорит такие слова, это проверено, это можно прямо пломбу ставить. Как-то пришла ко мне пара. Хотят развестись. Я спрашиваю, почему? А женщина объясняет, он не работает. А я говорю, а если бы была у него работа, заработок, тогда все будет в порядке. Ну, некоторое время я оплачивал им квартиру, устроил этого мужа на работу в Ешиву, чтобы он мыл посуду во время перерыва в занятиях. Ну, он учится, здесь же питается и подрабатывает. Казалось бы, все хорошо. И вдруг мне звонят из Тель-Авива. Ваш сын был у нас в ресторане и сказал, что вы уплатите. Я оплатил. Потом вызывают в банк, показывают какие-то чеки. Говорят, что я представлен гарантом за них. А чеки не оплачиваются. Ну, я оплатил. А потом он вообще исчез. А жена его, молодая женщина, рискует остаться вообще без гетто. Надо его найти. Я подумал, вот это поразительная вещь. Я подумал, что может быть он в Гело, в одном из домов, где, как я помнил, живут русские. И вот в обеденный перерыв, между двумя занятиями, утренним и вечерним, я еду искать его в Гело. Стою на остановке, жду автобуса. Прошел первый автобус, переполненный. Я в него не попал. Потом второй. И опять он меня не взял. Остановилась частная машина. Водитель приглашает. Кому в Гело. Люди кинулись. А я не стал толкаться. Опять остался. Так стою около часа. Но я знаю, все, что делает Бог, Он делает к лучшему. На добро. И жду дальше. Приходит еще один автобус. И я вижу в нем того, кого ищу. И с гетом все уладили. Вот это я подумал, что может быть. Вы понимаете, Равыцкак больше скрывает, чем открывает. Но человек, который так посвящает себя Творцу, он получает подарки от Творца. Написано в Мишне, говорит Раби Мир. Кто-то учит Тору ради нее самой, он получает великие дары от Творца. Он называется другом Творца, другом людей. Одевает его Творец скромностью. Дает ему руха, кодыш. Я не хочу ничего говорить. Но, несомненно, это то, что Творец дает своим праведникам. Чем продолжается эта история с этим негодяем, которого Равыцкак не раз вытаскивал из всех бед? Окончил он тем, что взял в банке ссуду 70 тысяч и не выплачивал, и его посадили в тюрьму. Вышел из тюрьмы и продолжил свои авантюры. Так что я предостерегаю людей, хотя Равыцкак не называет его имени, чтобы с этим негодяем люди не сталкиваются. И вот он продолжает. Это было давно, лет 20 назад, а может быть и больше. Молодая женщина из Самарканда, тоже бухарская еврейка, пришла и говорит, что ей нужен гет, потому что она была замужем, и ей даже ставили хупу. А вышла она замуж совсем юной, потом мужа посадили в тюрьму, и где он теперь, она не знает. И вообще ничего не знает, кроме того, что его сестра сейчас живет в Самарканде возле вокзала. Ну что вы скажете? Как найти такого мужа? Я искал и так, и сяк, и через знакомых в Самарканде. Добрался наконец-то до него, но он сидит в тюрьме, только через год, а то и два, не помню, он может выйти. Но я добился, что три человека пошли к нему в тюрьму, поговорили, и он подписал Аршаа, вот этот уполномочение, этот необходимый документ. Ну, получив этот документ с подписью, я возликовал, был составлен геев, и я бросился искать эту женщину, поехал в Бейтшемеш, где она жила, оказалось, она переехала в какое-то другое место. Я искал, искал, наконец-то попал туда, и это было уже около девяти вечера, стучу в дверь, я такой-то, ваш муж уже подписал ГЭД, хочу показать вам эту бумагу. Мне нужно было уточнить, что все точно, его ли это подпись или нет. А она через дверь открывает. Не стыдно вам так поздно приходить. Интересное дело. Я ей объясняю. Я был в Бейтшемеше, там, где вы раньше и жили. Вы оттуда выехали, пока я узнал ваш новый адрес, пока нашел вас. Прошло время, и это еще не так поздно, девять часов вечера. Нет, я вас не впущу. Я опять стучу. Вы вышли с соседей, слышат, как она говорит, не впущу. Ну, говорят я, не глупи, еще рано. Но она так мне и не открыла. Пришлось мне приехать на следующий день. И опять она боялась меня опустить. Ну, с трудом удалось ее убедить открыть дверь. И я сумел показать ей Гетт, а потом при свидетели он был ей вручен. Еще одна потрясающая история. А с Хровицкаком невозможно, чтобы эти истории были не потрясающими. Эта история называется «Мнение юриста». Одна женщина утверждала, что ждет ребенка от моего ученика. одного моего ученика. А парень все отрицал. Он говорил, что не был с ней близок. Ну, женщина подала заявление в светский суд. Я сказал ей, что это очень нехорошо, обращаться в светский суд. Надо обратиться к Равина. Но она меня не послушала. А когда парня вызвали в суд, я пошел с ним. Я надеялся поговорить с ними обоими вместе. Может быть, уговорю их обратиться в религиозный суд. В Бэйди. Ну, парень остался где-то в коридоре. А я вошел в комнату ожидания. И вот из суда вышла молодая женщина. Так как эту жалобщину, жалобщицу, я в лицо не знал. Я подумал, что это она. Ну, подошел к ней. Стал с ней говорить. Начал убеждать, что адвокаты это самые плохие люди. На самом деле я выбрал еще более жесткое слово. Что они учат человека обманывать. Как обходить закон. Как строить все хитросплетения. И я и сказал, что я много вожусь с разводами. И вижу, как, когда вмешиваются всякие адвокаты, как они все портят. Куда лучше договориться самим. Женщина слушала меня с большим вниманием. Выслушала все молча. И ушла. А через некоторое время выходит другая. И говорит. Вы только что беседовали с моим адвокатом. А эта-то и оказалась истицей. И она продолжает. Так вот, эта женщина, мой адвокат, рекомендует мне не судиться, а договориться через вас. Она считает, что так будет лучше всего. Вот такой номер. Мы и договорились мирным путем. Конечно, все материальные заботы взял на себя Равыцк. И еще важной темой занимался Равыцк Агзинберг. Ги-юрами. Ведь из Советского Союза приехало много женщин и мужчин, которые были женаты на еврейках, или замужем за евреями, которые в Израиле хотели пройти ги-юр. Что такое ги-юр? Это переход в еврейство. Принятие неевреем заповедей Торы. Очень актуальная тема в Израиле. Почему Равыцк говорит? Я думаю, объяснять не надо. Часто бывало, что я помогал в учебе людям, которые готовились к прохождению ги-юра. Однажды после лекции подходит ко мне одна женщина и спрашивает, «Если человек, когда он окунался в Микву, делал ги-юр, не собирался ничего исполнять, а просто сказал те слова, которые он должен был сказать, он еврей или нет?» Я говорю, нет. «А дети?» Тоже нет. Проходит два месяца. Звонят мне из другого города по телефону. «Это я», – говорит женский голос. «Я спрашивал о вас про ги-юр». Приехав в Израиль, я записалась еврейкой. Но сомнения при оформлении документов оставались. И мне сказали, что нужно пройти ги-юр-ле-хумра, то есть лишить сомнения мои документы. И проходя ги-юр, я сказала, что верю в Бога и принимаю на себя все заповеди. Я действительно сейчас верю в Бога. Но я совершенно не интересовалась заповедями Торы и не хотела даже об этом думать. Так я стала еврейкой или нет? Я говорю, нет. А как это можно поправить? Если ты действительно веришь и хочешь соблюдать Тору, сейчас хочу, ты должна еще раз пройти ги-юр. И я договорился с одним раввином, чтобы он об этом никому не рассказывал. Он пригласил ее, и еще кроме него, меня, стоял еще один еврей. Должно быть это перед тремя раввинами. И женщина не только приняла ги-юр, но произнесла благословение шеихи Яну, что мы добыли, досуществовали и прожили до этого времени, которое при ги-юре совсем не обязательно. И вообще его не произносят. И еще раз я ее встретил на семинаре. А я... И она обратилась ко мне и попросила, чтобы я поговорил с ее мужем, евреем, и убедил его соблюдать субботу. Короче, после этого они оба стали полностью соблюдать заповеди. В Израиле много спорят о ги-юре, говорят о гуманности, о том, что надо смягчить все требования, учитывать обстоятельства, подходить к вопросу гибко. Целая система есть прохождения ги-юра в армии. Просто детский сад. Так говорит Рогдически. Фантастическое невежество. У меня такое впечатление, что вся эта доморощенная болтовня, ми-гу-и-у-ги, кого считать евреем, которая продолжается давным-давно и вылилась уже в споры об облегченном ги-юре, началась с того, что те, кто основали это государство, социалисты, атеисты, они были в восторге от марксистских идей и были несколько смущены тем, что вышло из их идейных пристрастий. Их дети начали вступать в смешанные браки. И это не очень приятно, особенно, когда ты как-никак на виду, да и внуки, кем их можно считать. И вот Бен-Гурион созвал просвещенную комиссию, которая с ученым видом стала толковать вопрос о том, кого считать евреем. Когда я приехал в Израиль, принадлежность к еврейству вообще не проверяли. Записывали со слов. Сейчас в этом отношении что-то делается. Мы не должны нарушать нарушение законов Аллахи, чтобы определить, кто является евреем. И так же, как в Израиле, многие и многие пытаются вести гражданские браки. Это опасно. А чтобы понять это, нужно учить основы еврейства. И это очень острая тема в Израиле. Когда один солдат армии Израиля погиб, и оказалось, что его мама русская, и был целый вопрос во всех средствах массовой информации, можно ли его хоронить на еврейском кладбище, или это позор, что тот, кто отдал жизнь за государство Израиль, его похоронят на кладбище для неевреев. Но на самом деле, это закон. И мой дядя, который приехал из Одессы, ему было уже крепко за 80. И я уже про него рассказывал. Единственный мой дядя русский, дядя Коля. Единственный, кто меня понял, когда в конце 70-х я уезжал, и собралась вся еврейская семья в Одессе. И все говорили, что я ненормальный, куда я еду в Израиль с двумя маленькими детьми. И только дядя Коля сказал, а может быть, у него национальные чувства. Так вот, дядя Коля, он стал в Ядвашеме, ему выдали документ «Праведники народов мира», потому что прежде всего он спас мою тетю Рахель, которая уже немцы и румыны подступали к Одессе. Она как врач работала в пункте. Он прибежал к ней и говорит, «Беги, как я оставлю работу?» В общем, и потом из гетто он выводил целые семьи. Так вот, когда мой дядя Коля умер, ко мне позвонила моя двоюродная сестра, и я обратился к социальному работнику, его с большим почетом покоронили в Бейтшемише на нееврейском кладбище. это вне всяких обсуждений и так далее. Это наша реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова